Достаточно сухо задействовываю. Не очень густо. Чуть-чуть добавляю жидкости. Жидкость у меня тройник. Тройник это лак, масло и разводитель. У кого нет тройника, можно взять и чистый разводитель. А у кого нет чистого разводителя, даже обычное масло. Даже масло с кухни, подсолнечное или оливковое. Ну, конечно, лучше брать хорошие материалы. Краски такое количество, что, видите, приходится ее ктирать. То есть это не очень влажная субстанция. Определенным образом я действую кистью. Стараюсь действовать так, чтобы распределение краски произошло благополучно. Берем бирюзовую и вписываем в нашу королевскую голубую. От того, что здесь королевская голубая и здесь королевская голубая, появляется единство среды. Небо дает рефлекс на бирюзовую воду. Солнце просвечивает бирюзовую воду и дает некоторую желтость. Начинаем нарезать эти морские кромки, которые подобны горному пейзажу. Кисть у меня с длинным ворсом. Посмотрите, ворс длинный. Дает возможность сбрасывать большее количество краски, чем короткий ворс. Она плоская и раздавленная. То есть, как бы плоская кисть, но в профиль она прямо тонкая. Вот это нас очень устраивает. Охорочку можно добавить в самый свет. Светлые партии любят густую краску. Поэтому, где у нас самый свет, пользуемся густотой. Вы видите, что можно кистью вперед двигаться и кистью обычным образом и вперед. Все линии имеют вогнутый характер, то есть лодочный характер. Буквально натаптываем, натаптываем облачка. Сверху они более отчитаемые, к низу тают. И здесь небольшие. Вот, всматривайтесь в идею моря, в идею волн. И потом появятся и более сложные задачки для вас. Пенная нахлобучка. Очередная. Вот, я думаю, как учебная задача решена она. Так что, всматривайтесь, изучайте море. А вот, я Hilal. Возможности, через сто 18 лет области. Уже распространяемрая город. Продолжение следует...